Успешность бизнеса Сегодня мы готовы к любым задачам. Пройденный юнитский Stream Technologies путь – это опыт трудных побед, в котором закалялась наша команда. Сегодня в компании более 60 конструкторских бюро, 9 этажей проектного офиса, свыше тысячи специалистов. Наша профессия – разработка, проектирование и эксплуатация комплексов USD. Сформированы школы в инженерии и конструировании транспорта и инфраструктуры. Компания имеет весь набор подтверждающих компетенции. Аккредитована Национальной академией наук в качестве научной организации. Постоянное развитие, высокие стандарты и самое современное техническое оснащение – стиль, которого мы придерживаемся. Чтобы гарантировать наилучшие качества, мы стремимся сопровождать свои разработки от первого эскиза до воплощения. Наш производственный центр – честь единой цепочки. Производственный центр – честь единой цепочки творчества, проектирования, изготовления комплектующих, финальной сборки и испытаний. 20 цехов, 4000 квадратных метров и более 200 профессионалов. Высокоточные станки с числовым программным управлением. Возможность быстрой перенастройки и оптимизации. Изготовление самых сложных элементов в самые короткие сроки. Мы сами производим мотор-колеса, кузова и рамы наших юнимобилей, системы автоматики и безопасности, накопители энергии и электродвигатели. Для того, чтобы достичь результата, мы построили несколько специальных сертификационных комплексов. Разные виды дорог, различные модели транспорта, два типа климатических условий, около 60 гектаров испытательно-демонстрационных площадей в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах, собственные лаборатории, объекты энергетики и инфраструктуры, сервисные центры, диспетчерские, автоматизированные системы управления. На этих площадках мы тщательно тестируем наши решения, чтобы убедиться в их эффективности, надежности, комфорте и безопасности. Все решения UST проектируются, производятся и эксплуатируются в соответствии с международными нормативами. В подтверждение этого, в 2021 году мы впервые получили сертификат в соответствии от TUV Southwest, ведущей в мире организации в области безопасности и качества. Не останавливаясь на достигнутом, Юницкий Stream Technologies неустанно совершенствует свою продукцию. Мы знаем, что успешность бизнеса зависит от эффективности предлагаемых решений. Основываясь на лучшем, что было до нас, не пытаясь подражать никому из тех, кто находится рядом, мы создаем оптимальные транспортные комплексы. Настолько хорошие, насколько это вообще возможно. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать сегодня на нашей встрече о инновационных экологических технологиях. Конечно же, рад приветствовать всех тех, кто уже с нами, и, глядя на видео, которое вы только что видели, скажу, хорошую технологию мы отгрохали. Действительно сделано на передовом уровне. И кто бы мог подумать, что люди, человечество, просто сам народ может объединиться с помощью интернета, объединиться между странами, между государствами, невзирая на свои менталитеты и разные языки, и приносить в мир новое устройство. Именно то, что необходимо людям. Не надеяться на управленство государств или крупных корпораций, а действительно самостоятельно, как человечество, как единый здравомыслящий организм, принимать решения по развитию наших технологий, того, как мы живем в нашей биосфере, в нашем космическом доме, планета Земля. Ведь представьте, если мы подумаем, то представьте автобан, вы едете на машине по автобане, по автобану где-то едут еще какие-то машины, там тоже люди. Это их транспортное средство. На время их путешествия это их дом. И вот они перемещаются по огромным автострадам. У нас внутри собственная экосистема, собственный климат-контроль, чтобы мы хорошо себя чувствовали. То есть эта система закрытая, и мы в ней находимся. Представляете, с нашей планетой так же. Мы как человечество, но мы же здесь не единственные. Мы всего лишь один вид из 12 миллионов видов живых организмов. И этот вид, так скажем, просто самый влиятельный. И все эти 12 миллионов видов живых организмов летят на своем, можно сказать, транспортном средстве по космическому автобану. Только это наша планета, наша планета-земля. Такая же защищенная от окружающей среды, такая же самостоятельная, прекрасная, где мы с вами, с нашими близкими на ней находимся. И без нее нас бы не было. И без нее нас не будет. Поэтому сейчас, в 21 веке, когда все технологии дошли до такого уровня, когда люди просыпаются и начинают заботиться не только о себе или своей семье, но обо своей стране, о своем континенте, обо всей планете в целом. Для того, чтобы было не только мне хорошо, но и всем хорошо. И это возможно. И это хорошо возможно только при здоровой планете. Поэтому сейчас ответственность каждого участвовать в том, чтобы наша планета становилась раем, а не адом. Потому что, я думаю, каждый из вас уже видел такие уголки нашей планеты либо в реальности, либо через наше устройство, то, что записали другие люди. Что на нашей планете может быть и рай, и ад. И мы делаем его вместе. В некоторых городах невозможно дышать. И в некоторых городах ты чувствуешь себя, как будто ты действительно в рай попал какой-то. Потому что все цветет, все пахнет, люди приятно себя чувствуют. Сделано разумным способом, экологическим способом, не вредящим окружающей среде. И сегодня мы поговорим о том, какую технологию мы создали для того, чтобы запустить целую серию технологий. Но начиная с транспорта, изменить ход истории, трансформировать наши технологии самостоятельно, именно человечеством, без крупных банков, без крупных корпораций, без государств. Лично мы сами уже сейчас дошли до 15 этапа развития из 15. В огромном международном инновационном экологическом проекте. Технология транспорта струнная, второго уровня. Почему я вам об этом рассказываю? Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из Даугавпилса, из Латвии. И в течение всей моей жизни меня преследовала цель объединять людей и делиться теми знаниями, которые у меня есть, для того, чтобы у людей была жизнь приятней и удобней. Также, конечно же, хочется, чтобы люди меньше плакали и больше улыбались. Для этого нужно хорошо понимать себя и мир, в котором мы живем. И таким образом я старался всю жизнь помогать миру, всю жизнь объединять людей и всю жизнь преподавать информацию. Когда-то я узнал в 2016 году о таком проекте и сначала прошел мимо, потому что думаю, да какие инвестиции, какие технологии, какая инновация, какое спасение планеты. Есть ли во мне уже такой масштаб на планету? На страну я уже работаю, на тот момент работал, но вот в масштабе планеты, а оказалось, именно люди, объединившись, так скажем, как с миру по нитке, но нас в данный момент 600 тысяч человек. Представляете, 600 тысяч человек из разных стран мира, с разным менталитетом, разговаривающими на разных языках, объединились вместе и отдали часть своего времени, своей энергии, ресурсов, которые, так скажем, их по праву, но дали их на улучшение нашей планеты. Для того, чтобы наша планета действительно двигалась в сторону рая. А народ и люди, которые проживают на этой планете, вместе с остальными всеми видами живых существ процветали и друг другу никаким образом не мешали. Кажется, с одной стороны, идиллия, но все то, что кажется, до уверенности, на самом деле, не такой большой шаг. Веб-сайт unitsky.engineer это главный официальный сайт нашего генерального конструктора, который показал всему миру целую серию технологий, с помощью которой мы сможем возобновить прекрасную атмосферу на нашей планете. То есть, жить с учетом технологий, которые для нас важны, но при этом никак не нарушая окружающую среду, ведь она же живая, такая же, как и мы. И если нету у нас, так скажем, ухода за планетой или есть ее расшатывание, вы видите, что сейчас происходит на нашей планете. Вы видите, насколько много таклизмов. Сейчас у нас в Даугапилсе вот буквально недавно прошелся огромный, огромный, огромная гроза вместе с градом размером с кулак практически. То есть, побиты крыши, у моих друзей разрушены дома, и всем необходима помощь для того, чтобы это как-то устранить. Так после этого еще и ливни такие прошли с горизонтальным ветром, что все эти дома еще больше пострадали. То есть, и это лишь маленький уголок, это лаптия, в которой очень мало чего происходит в плане катаклизм, живем здесь очень тихенько. Но даже здесь, а если посмотреть по всему миру, то есть, у планеты явно есть какой-то рубеж того, сколько мы можем, так скажем, влиять на нее без действительно критических последствий. И мы к ним сейчас подходим. Почему я говорю мы и обобщаю? Потому что это дело всего человечества. Если раньше можно было сказать, что да что я могу отсюда, где-то там, далеко, то сейчас каждый человек имеет возможность участвовать в тысячи разных проектах производства технологий, продуктов и услуг, которые чисто экологически полностью отвечают, так скажем, разумному проживанию человека на нашей планете. И именно с помощью подобных технологий, которые делает сам народ сам для себя. Как, например, называется краудинвестинг, народное финансирование. Люди объединяются с разных уголков планеты для того, чтобы сделать что-то, что важно для всей планеты, для всего человечества. Об этом стоит задуматься. Таких проектов запустились тысячи за последние годы. Мало из них, конечно, так скажем, выжило, потому что очень-очень большие изменения были у нас в последние несколько лет и особенно ограничения. Но наша технология и наш проект не входит в это число, потому что за ним стоит огромное сообщество. Много миллионный уставной фонд, который мы собрали, реализовали. И такое количество единомышленников сейчас же уже о этой технологии знают практически в каждой стране мира. Потому что после представления на 20 международных выставках и особенно в Дубае, когда было Экспо 2020, и мы представлялись там, и более 100 делегаций за эти полгода, когда проходило Экспо, приехали в наш сертификационный центр в Шарджи, в Объединенных Арабских Эмиратах. И это министры, и президенты, и мэры городов, и главы корпораций, они все смотрели на эту уникальную технологию и пробовали ее сами. Как, наверное, вам известно, уже более 10 тысяч человек попробовало на собственном теле, и я один из них, этот транспорт. Разные виды транспорта. Я попробовал 4 вида транспорта и на 4 видах трассы. Это потрясающее ощущение, ведь действительно лет 10 назад, если бы мне кто-то сказал, что мы придумаем новый вид транспорта, такой глобальный, я не представил бы вообще себя в этом, и я не представил бы, что это за транспорт, такой, кажется, все уже придумано, плаваем, летаем, там, то-се, да, понятно, плавать долго, когда летаем, оказывается, еще и радиация есть, когда летаем, там, автотранспорт, и вообще, самый опасный транспорт в мире, и получается, железная дорога, но что придумать? Но сейчас я понимаю, что именно с помощью этого гениального ученого, который десятки лет потратил для того, чтобы создать и усовершенствовать эту систему, которая действительно подойдет для развивающего человечества, не для 8 миллиардов человек, и не для 10, а больше, для 20, 30, то есть, это есть в работах Анатолия Юницкого, пожалуйста, заходите на веб-сайт Unitsky.engineer и вы увидите, насколько гениальны технологии, насколько они проработаны. Там есть вся информация об этом ученом, начиная с 66-го года, ведь более 40 лет целую ветку разных экологических технологий Анатолий Эдуардович предлагает. И это человек с большим именем получил премию мира за всю эту серию Эко-мир. А наш струнный транспорт это всего лишь первая часть, самая земная, самая понятная, самая маленькая, но которая самая актуальная и даст действительно огромный прирост, безопасность, экономичность и эффективность абсолютно всем живым существам. И людям очень-очень сильно, так скажем, это поможет. Тем более, что люди владеют этой технологией. Анатолий Эдуардович обошел множество стран, но именно с помощью народа получилось развить эту технологию и за сколько получается, восемь лет, за девять лет мы дошли до пятнадцатого этапа развития. Есть уже существующий транспорт, есть существующие в железе трассы, два полигона в Белоруссии и в Объединенных Рабских Эмиратах, уже осуществленная трасса, которая сейчас проходит пусконаладочные работы дивиденды. И еще целая серия проектов адресных, которые уже запущены. И в этом году эта компания уже вышла на самоокупаемость. То есть, в следующем году уже будет первая прибыль и как представлено в отчетах и, так скажем, в информационном письме от генерального директора Надежды Косаревой уже в двадцать пятом году будут первые дивиденды от данной технологии. С чем я поздравляю всех участников данного проекта, всех совладельцев этой гениальной технологии. Ведь струнный транспорт это не просто система, а это полноценный комплекс, объединяющий множество систем и подсистем. Транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. И именно такой транспорт создал Анатолий Эдуардович, потому что это гениально, максимально по всем характеристикам, минимально по стоимости, например, от магнитного или метро 4% от стоимости километра существующего транспорта, так скажем, традиционного, а от этих 100% наша трасса будет стоить только 4%. Либо наоборот, скоростная трасса будет стоить там 100%, а наша трасса в нашем исполнении всего лишь 10%. То есть то те же самые характеристики они есть, есть сверх нормы по всем показателям. Полная экология в 2000 раз безопаснее, чем транспорт на первом уровне, там, где мы все находимся, там, где находится все живое. То есть эта вся система автоматизирует и поднимает транспорт в безопасную среду, в которой ничего не может произойти вредоносного с людьми и со всем остальным живым. Таким образом это будет выглядеть. Перед вами транспорт будущего. И видите, это комплекс даже здесь на маленьком уровне, но все технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого являются общим комплексом. Именно этот комплекс называется Экомир. Вы можете узнать про него больше на сайте астроинженерные технологии либо также Юницкая точка инженер. Потому что именно сейчас уже идет продвижение, хотя первая конференция была почти 40 лет назад, когда Анатолий Эдуардович уже предложил, что есть проблема, давайте ее решать. Но сейчас за все вот эти технологии у него есть комплексное представление и конкретные решения, конкретные уже разработанные технологии по всем аспектам жизни. И агротехнологии, агрокультуры, и выращивание пищи, и как спасать нашу землю от пустынь и удобрять ее для того, чтобы она была более живая и давала гораздо больше, так скажем, пользы и плодов. Это и эко-дома, которые сами себя обеспечивают полностью, это и виды электричества экологически чистого, которое всему человечеству хватит более чем на 5000 лет, это и скоростной транспорт до 600 километров в час, это и сверхскоростной транспорт передвижение в фар-вакууме до полторы тысячи километров в час, эко-поселение от двух до десяти тысяч человек, линейные города, это все уже представляется, это все разрабатывается и улучшается в течение всех последних сорока лет, и конечно самое последнее это космическая программа, космическая программа общепланетарного транспорта и КИО, космическое индустриальное ожерелье, для того, чтобы, так скажем, освоить пространство, неограниченное пространство нашего ближнего космоса, так скажем, способы выработки новых материалов оттуда, и мы наконец-то начнем это притягивать, так скажем, на Землю, на Земле будет становиться больше, мы будем это извне притягивать, там же можно будет строить всю техногенную промышленность, которая не может находиться в биосфере, там где мы с вами находимся, там где все живое, именно с помощью подобных технологий мы сможем, так скажем, сделать на нашей планете рай, только прямо в нашей реальности, ведь наша Земля, это дом для жизни, а космос, ближний космос, может как раз быть для работы, то есть плюс там есть невесомость и вакуум, с помощью этого мы сможем создавать суперкрепкие металлы, суперкрепкие разные или с интересными свойствами материалы, также нету нашей атмосферы, которая, так скажем, забирает часть солнечного света, гораздо более эффективные электростанции можно будет строить снаружи, но это все те технологии, которые уже признаны миром, за это уже Анатолий Гвардович получил премию мира и, так скажем, это те технологии, которые не то, что на десятки лет, на сотни лет вперед дают устойчивое, гармоничное развитие, кстати, наша компания является экспертом одним из, так скажем, из более сотни в международной организации по устойчивому развитию, так скажем, целей жизни на нашей планете, потому что те технологические решения и тот уровень наших заводов, они полностью дают понимание, что это очень серьезная компания, что мы создали действительно передовую транспортную отрасль, которая действительно всем будет нужна. Она придет сначала на помощь, но она потом заполонит абсолютно все страны и, как говорит Анатолий Эдуардович, за 21 век мы можем построить до 20 миллионов километров дорог. Вам кажется, может быть много, но подумайте, 150 лет назад, когда строили железную дорогу, кирками и лопатами вручную строили по 30 километров железной дороги в день. Представьте, что сейчас с учетом наших компьютеров, наших систем автоматизации, искусственного интеллекта, насколько сейчас мы сможем быстро строить такие легкие жирные конструкции, где минимум необходимо землеотвода, минимум материала, это суперэкономично и тем более даст нам такую пользу абсолютно для каждого человека. Это все превратится в сеть Transnet, так скажем, сетку, с помощью которой мы сможем по струнам передвигаться абсолютно безопасно и экологически чисто из любой точки в любую точку. И это, конечно же, наша безопасность около ста тысяч человек, а около полтора миллиона, так скажем, если брать общую статистику, около полтора миллиона человек в год погибают от именно транспортных происшествий, именно транспорт первого уровня, он является самым опасным, это, так скажем, у него больше всего от него потерь, чем от всех других видов транспорта и других катаклизмов. И он нам необходим, мы его создали и мы его используем, настолько он разросся, потому что он нам необходим, но он уже не отвечает своим потребностям. Скорость в городах упала, загадованность повысилась. К сожалению, мы не можем больше, после 7-8 миллиардов человек, мы не можем больше эффективно пользоваться транспортом первого уровня. Необходимо вынести это на другой уровень и сделать его более гибким, чтобы он мог направляться в любом направлении, под любым углом. И этот струнный транспорт именно такой. Плюс высокая скорость и мобильность, то есть все будет то, что нам необходимо. И причем есть абсолютно уже разработанное, а это все есть в железе, большинство из этого уже просертифицировано. Есть множество видов транспорта на любой пассажиропоток. То есть даже самые маленькие деревни или маленькие городки, поселки смогут позволить себе такой транспорт. Даже самые маленькие страны со слабой экономикой смогут позволить для своих жителей подобный струнный транспорт для того, чтобы сделать нужный пассажиропоток. Ведь это необходимо людям. Мы сможем больше учиться, больше работать, больше знакомиться, больше делать добра на этой планете. Поэтому, конечно же, и самый маленький транспорт для решения, как говорят, последнего километра, для двух людей, для трех, четырех, есть разные виды его, в некоторых уже между расстоянием между опорами, анкерными опорами, до двух тысяч метров. Представляете, любые овраги, любые озера, реки, везде, где проходит наш транспорт, ему не нужна дорога, не нужны мосты. Он оставляет всю природу так, как она есть, ухаживает за ней и действительно делает, так скажем, наилучшее, дает все необходимое для человека, для чего он был создан, и никак не вредит окружающей среде. Тем более, строится быстро, служит долго, занимает мало места, из мало ресурсов. Это идеальное решение для человечества поднять транспорт на второй уровень. Ведь гораздо легче и дешевле поставить анкерные опоры, натянуть струны с натяжением на земную кору, которые не несут никакого вреда и имеют огромную безопасность с десятикрасным запасом прочности. И передвигаться на подобных электромобилях, которые полностью автоматизированы. Зашел, сел, сказал, куда тебе надо, и он тебя повез. Ты можешь отдыхать, наслаждаться нашим окружающим пространством, нашим миром с высоты птичьего полета. Когда проезжаешь на Юникаре в тропическом исполнении в Объединенных Арабских Эмиратах и видишь, как вокруг эти барханы, видишь, как развивается SRT, iPark, Charger Researching Technology Innovation Park, огромный парк инноваций, как все это растет, и ты понимаешь, что ты плавненько едешь на высоте птичьего полета, птички пролетают рядом, потому что они там есть рядом с нашим экологическим домом, первым деревянным зданием в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что нельзя так строить. Но Анатолию Эдуардовичу можно, потому что его технологии превосходят все то, что есть сейчас в разных направлениях, и все это вмещено в одного человека. Конечно, сейчас это уже огромный штат, около тысячи человек, трех заводов, множество зданий, множество, более 80 конструкторских бюро, которые совместно создают по деталькам, по каждой, так скажем, отдельной сфере уникальные, разнообразные, отвечающие на любые вызовы человечества и любые потребности человечества. Этот транспорт уже наш, мы его создали, мы уже на нем катались, и это то будущее, которое нас ждет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы, с какого вы города, пожалуйста, и хотели бы вы в своем городе подобный транспорт, чтобы быстро в течение 20-10 минут со скоростью до 150 километров в час вы могли с одного участка добраться до другого и полностью свободны. При этом у вас прекрасный вид за окном и очень хорошее, так скажем, время распределения. Вы можете общаться с друзьями, учиться, работать, отдыхать. Все ваше. Напишите, пожалуйста, в чате, хотели бы вы в такое в своем городе и в каком городе вы живете. Нужен ли вам в городе подобный транспорт, который будет лететь над пробками гораздо быстрее и который будет абсолютно разумно, так скажем, стоить по тому, сколько сейчас стоит транспорт. Ведь это в десятки раз дешевле. Спасибо большое, Николай, спасибо большое, Марина. Да, на Урале нужен и в Белоруссии, да, в Латвии тоже, я считаю, что нужен и был сейчас в Исландии и понимаю, что они вообще созданы для этого транспорта. Да, не транспорт создан для Исландии, вот, но и транспорт тоже создан для Исландии, потому что это как раз та самая экологическая ветка, которая там необходима, она там впишется идеально. Также, так скажем, не так, как в Арабских Эмиратах она вписывается, но тоже в Арабских Эмиратах смотришь и думаешь, блин, ну как будто так и должно быть, как будто так и есть, как будто во всем мире так и есть, весь мир такой. Поэтому, дамы и господа, я благодарю каждого из вас и всех, кто когда-нибудь посмотрит эту запись, за то, что мы всем общим человечеством объединились и собрали эти критическую массу в 600 тысяч человек, чтобы создать и дойти до 15 этапа, сертифицировать общественный и грузовой транспорт для всего человечества, который даст старту абсолютно новым технологиям, целой серии технологий. Конечно же, транспорт разный, есть и юнибусы, юникары на 6, на 8, на 18 мест, сейчас они уже пятого поколения, потому что с учетом происходящего за последние годы Анатолий Эдуардович не стоит на месте со своими работниками, с нашими инженерами, робототехниками, конструкторами, программистами, они делают из нашей технологии лучшее, что только возможно, конфетку. И множество испытаний проведено, множество сертификаций проведено. Этот транспорт осуществляется в жизнь уже сейчас. То есть мы с вами подошли к 15 этапу, где главная задача сейчас это грузовой транспорт и скоростной транспорт. Конечно же, очень хочется как можно скорее прокатиться на подобном транспорте со скоростью до 600 км в час. До 600 км в час. Представляете, с какой скоростью, с какой эффективностью смогут жить каждый день свои люди, когда они смогут делать и, так скажем, в 10, ну или в 2 хотя бы, в 3 раза, а кто-то эффективный и в 10 раз. Больше времени. Побывать в разных городах и в разных странах за один день и сделать там свои дела. То есть можно переместиться на 1000-2000 км за несколько часов и сделать там свои дела и прилететь в этот же день обратно. Огромные возможности дает нам такая скорость. Но это еще не все. Следующий, один из проектов юнитского передвижения фар-вакууми, которые мы тоже уже заинтересовались, Объединенные Арабские Эмираты. Так скажем, это передвижение в разреженной среде, где уменьшен воздух, значит, уменьшено сопротивление, и там мы сможем передвигаться до 1500 км в час. Передвижение в фар-вакууми. То есть перед нами стоят огромные-огромные возможности и огромные задачи в экологическом виде. Как вы, наверное, знаете экологические технологии и автоматизированные, которые освобождают сам народ, самих людей. Это не во всем, так скажем, не в интересах всех, и их часто, так скажем, мешают им, прессуют, вставляют палки в колеса. И мы это почувствовали на себе не так просто было дойти до 15-го этапа развития. Но все произошло как надо. И с помощью подобных технологий именно люди, объединившись, смогут создать лучшее для себя с лучшими характеристиками по лучшей цене. Как для того, чтобы построить и создать это, так для того, чтобы и распространить, и пользоваться этим. Ведь сам народ выбирает лучшее для себя. И мы, как и я, и 600 тысяч человек выбрали вот такое будущее. Представляете, этот город, этот транспорт в наших городах, насколько это будет чудесно, комфортно. При том, что этот Юни-Лед, стоимость его приблизительно будет как у джипа, только он может передвигаться не с пятью людьми, а с шестью. У него два огромных багажника и скорость 500 км в час. Хотя затраты топлива будет где-то 4-5 литров, если перевести эквивалент в электроэнергию. То есть, а стоимость как джип. То есть, у нас возможность будет сначала думы, и государство будут закупать эти ветви, адресные проекты. Например, из Риги в Дейплс, или в Дейплс, ну, это наши города латвийские, или в Дейплс, три ветки, и вот с одного на другой разное сообщение. С учетом того, на каком уровне сейчас у нас наши технологии, карты, статистика. То есть, мы можем действительно понять, кто где живет, кто куда ездит практически, и построить именно в нужном месте, по нужной траектории транспорт. И не там, где есть земля, а практически где угодно мы можем строить, и это будет занимать минимум места, минимум средств, минимум шума, максимум пользы. Потому что поперек квартала может идти трасса, может быть вдоль квартала, может по диагонали квартала, под любым углом. Этот транспорт может проходить сквозь здания, уже стоящие и существующие. Просто убирается один, так скажем, стены одного этажа, укрепляются, делается как станция, два этажа, одна здесь, например, и одна здесь. На этаж нужно подняться выше или ниже. И на любой высоте, там где идет транспорт, он может пройти сквозь здания и быть в здании остановка, при том, что на существующее здание никакой нагрузки не будет нестись. И получается, что с помощью подобного транспорта мы сможем построить не только новые города, мы сможем модернизировать существующие наши любимые города, сделать там меньше необходимости для автодорог, больше для пешеходных. И этот транспорт, струнный на втором уровне, заберет большую часть всего передвижения. Останется только экологический транспорт в наших городах. Потому что уже в многие города нельзя въехать на определенных машинах, ведь они слишком неэкологичны. А в многие места уже даже на электрокарах только можно заехать. Ты оставляешь свою машину, снимаешь электрокар и едешь дальше. То есть люди идут, и в 20-м, в 25-м, в 30-м году множество стран так скажем, подписали договор о том, что прекращают и уменьшают производство двигателей внутреннего сгорания и использование подобного транспорта. То есть модернизация и трансформация этой сферы, она обязательно будет. Вопрос, кто ее возглавит? Кто сделает это? Оказалось, это может сделать и народ. И мы с вами практически это сделали. И самое интересное, что это один из крупнейших бизнесов в мире. транспортная инфраструктура. Но нужно учитывать, что это самый, один из самых прибыльных бизнесов физических, грузоперевозки. Это именно самый прибыльный и один из самых коррумпированных бизнесов. Почему в нефтиэру такое сопротивление электропродвижению, автономности? Потому что человечество, так скажем, создало серию технологий, которая потребляет очень много того топлива, той энергии, которая заканчивается. И это, конечно же, и уходит в тупик. Поэтому возобновляемые виды энергии, геотермальные энергии, солнечная, ветряная и технологии юницкого по получению электроэнергии, так скажем, из сланцев планеты и бурого угля, то, что действительно на тысячи лет хватит всему человечеству. В эту сторону идет движение, хотим мы этого или нет, участвуем мы в этом или нет, мы придем в этом направлении, потому что мы уже туда идем. И то, что предлагает Анатолий Эдуардович, это абсолютно новый мир, который принадлежит народу и который не вредит всему окружающему, не вредит самой жизни. Следовательно, раз биосфера рядом с нами не ухудшается, а процветает, значит, процветаем и мы. А сейчас же эра потребления. И действительно, товарооборот огромный. И наша технология полностью подходит. Ведь Анатолий Эдуардович разработал ее настолько широкой и гибкой, чтобы она могла действительно все необходимости человека удовлетворить, чтобы все потребности были удовлетворены и человек мог свободно развиваться. Грузоперевозки дадут огромную-огромную прибыль этой технологии для развития и скорейшего расстроения в каждой стране и на каждом континенте. Ведь уже сейчас стоит вопрос о том, как распространить эту технологию, как на разных континентах сделать заводы для того, чтобы быстрее можно было работать в странах на этом континенте в выстраивании в сети Транснет. Потому что интерес и адресные проекты уже действительно выстраиваются в очередь. У нас есть мощности это выполнять, но их нужно гораздо больше, чтобы можно было за год сделать не один, два, три, четыре проекта, а 10 проектов, 20 проектов или 30 проектов, когда у нас будут уже заводы на каждом континенте. Поэтому эти трассы и это грузоперевозки принесут огромную пользу в виде прибыли компании для ее расширения, для развития, для ускорения наших технологий, для того, чтобы сделать их еще более экономичными, безопасными, экологичными и, конечно же, прибыльными. Хотя здесь представление о прибыли Юницкий делает очень разумно. Те трассы, которые мы будем строить, они будут стоить по минимальной стоимости. Для развития этого будет хватать. Но чтобы быстрее шло расстроение, чем выбирать другие виды транспорта, конечно, лучше выбрать с лучшими характеристиками и еще и дешевле, экономичнее. И тогда можно сказать, мы теряем на прибыли, но мы это делаем ради спасения планеты, а не ради прибыли. Прибыль придет сама в любом деле, когда ты делаешь это от души и миру вокруг тебя становится хорошо. Это неизбежно. Поэтому здесь каждый адресный проект ежегодно будет приносить прибыль за то, что мы его обслуживаем, за то, что, так скажем, идет какая-то работа, связь от нашей компании и ухаживание за каждым адресным проектом, его тестирование, его модернизация, улучшение. То есть каждый проект будет приносить прибыль в данную компанию каждому совладельцу этой компании. Каждый проданный километр, каждый адресный проект, каждое транспортное средство, абсолютно все, что мы сделаем, будет не только улучшать мир, но и приносить пользу. А тем, что цена будет сначала ниже, но каждый год будет приносить пользу, то есть мы остаемся совладельцами каждого адресного проекта, сколько бы их не было, хоть 10 тысяч, хоть 100 тысяч, это дает возможность как можно скорее изменить, так скажем, перевесить чашу весов в улучшении атмосферы на планете Земля, убрать двигатели внутреннего сгорания, насколько это возможно, и переместить это с помощью экологического получения электроэнергии на экологический транспорт. Это все возможно, это все уже здесь, у нас прям перед носом, нужно лишь только узнать об этом побольше. именно компания SkyWorld Community помогает узнать, создало это сообщество, которое предлагает каждому человеку возможность улучшить мир вместе с нами, улучшить мир вместе, стать частью этого, и тем более улучшить его не только для всего мира, но и, ну, так скажем, и себя тоже, мы же часть этого мира, но в гораздо больших перспективах, ведь совладение дальней технологией дает огромную капитализацию в будущем и будет приносить невероятные дивиденды, ведь это новая транспортная отрасль. Дамы и господа, я хочу, чтобы вы задумались об этом, и это важно, это важно для каждого человека, на каждого из нас влияет то, что происходит в мире с транспортом, мы в замкнутой системе, в нашем космическом транспортном средстве, и то, какой мир мы здесь делаем, такой мир мы и передадим нашим будущим поколениям. Я бы хотел сделать мир, в котором действительно хочется родиться, в котором не нужно много для того, чтобы абсолютно изобильно жить, чтобы было все, и с помощью такой грузоперевозки, представляете, 1 доллар на 100 тонн на километр, перетащить 100 тонн на 1 километр за 1 доллар, я бы не согласился, вот, но здесь наши технологии спокойно смогут представлять подобную цену, то есть грузоперевозки по автоматизации, по скорости, по цене, по экономичности, они выйдут, и по экологичности еще, они выйдут на новый уровень, что поднимет абсолютно все человечество вверх, не только кого-то отдельного, не только верхушки корпораций, или не только банкиров, или не только правителей государства, абсолютно всех людей, поэтому люди объединились сделать это вместе, и это огромные победы, причем, что это разные виды, и разработка месторождений, и штучные, сыпучие, жидкие грузы, как в Юниконте, Юнитраке, это любого рода контейнеры, сейчас они будут тестироваться уже, и в Объединенных Абратских Эмиратах тестируются уже, в Белоруссии строится новая трасса, точнее, она запущена, так скажем, она стояла на паузе, сейчас под необходимые проекты будут делаться специальные новые грузовые, так скажем, дороги и транспортные средства, и будут тестироваться, и это будет не одна, так скажем, дорога, которую нельзя изменить, это будет как станок, на который можно будет устанавливать разные виды путевых структур и разные виды транспорта, при этом тестируя их, это происходит, будет происходить, и уже начало происходить, в нашей Белоруссии, в нашем экотехнопарке, и то, что мы создали в Белоруссии и в Арабских Эмиратах, действительно достойно похвал, ведь наши заводы, это тысячи, тысячи квадратных метров объемов, можно сказать, уже немало, даже серийное производство, огромный пар, так скажем, наш станочный парк в Белоруссии, три завода с наилучшим оборудованием, которое может делать действительно передовые вещи, ведь это не проще, чем самолет и с более лучшей аэродинамикой, некоторые станки стоят по полмиллиона долларов, то есть мы можем делать продукцию на самом высоком уровне, и уже делали ее, например, из России, в России придумали транспорт, изобрели электрокар, но нету мощностей, чтобы сделать его качественно, и отправились в Белоруссию, в наши, так скажем, ЗАО струнные технологии, и мы сделали этот заказ с отличием, просто потрясающе, потому что огромный штат работников уже высококвалифицированных, но и в Арабских Эмиратах те сертификаты, которые мы получаем, те успехи, которые там делаются по разным видам трасс, сейчас, представляете, грузы, любого типа мы сможем грузы брать и перемещать, то есть мы придем и поможем всей транспортной грузоподъемной индустрии, то есть все грузоперевозки, и с каждым днем будем все больше и больше помогать этому бизнесу, ускорять его, делать его более экологичным, а прибыль будет перемещаться из традиционных транспортных инфраструктур в нашу транспортную инфраструктуру второго уровня, именно струнный транспорт даст большую часть прибыли для развития этой технологии по разным странам, но и даст возможность Юницкому раздвигать возможности для всего мира в представлении будущих проектов, ведь именно с помощью такого прорыва начнут еще больше прислушиваться к этому гениальному ученому, ведь то, что он сделал в Белоруссии и в Арабских Эмиратах достойно уважения, и то, что он сейчас делает в фермерском хозяйстве своем личном, там, где стоят эко-дома, как эко-поселения, здания, которые настолько уже автоматизированы и в котором есть внутри свои сады, то есть у тебя в гостинный сад инжир растет, ты его можешь скушать, и он чисто экологический, и вся вода циркулирует таким образом в здании, что чем больше человек пользуется водой в доме, чем больше человек живет, тем больше разрастается вся эко-экосистема внутри, со вторыми крышами, к которым есть и теплицы, и в теплых регионах это будут оранжереи, где будут охлаждать, так скажем, у нас возможность автоматизировать с учетом всех потребностей нашу жизнь, и именно с помощью технологии Анатолия Эдуардовича, ведь транспорт это действительно самое простое, но посмотрите, как это выглядит, и это сможет на любой высоте, в любом уголке мира, в вечной мерзлоте, в полной жаре, где угодно, очень экономично, очень быстро, очень безопасно, очень красиво, полностью свободно, закрывающие технологии, и, конечно же, все, эта философия, она просматривается абсолютно во всех технологиях Юницкого, и в домах, и в городах, и в создании гумуса, так скажем, нашей прекрасной планете, помощь, спасение ее земли, для того, чтобы мы действительно хорошей продукцией питались, и проживали эту жизнь как надо. Весь этот транспорт создан людьми. Спасибо всем тем, кто сейчас присутствует или видит это, тот, кто участвовал. Приветствую всех, кто только присоединился, кто только узнает о данной технологии и данным ученым. Пожалуйста, заходите на официальные источники Sky World Community на ютубе, Sky World Community International, Sky World Community Webinars, также есть English, Spanish, то есть есть на разных языках. Заходите на наш официальный сайт Sky World Community, 25 языков для вас, вся информация, вся информация об поддержке проекта, все новости, возможность его поддержать, все документы, финансовые аудиты, абсолютно все, что вам необходимо для того, чтобы поддержать проект и абсолютно все для того, что вам необходимо для того, чтобы продвигать проект, помогать сотворять созидательную деятельность на нашей планете. Представляете, именно компания Sky World Community предлагает каждому человеку, абсолютно каждому, без образований специальных, а просто от того, от понимания, как устроен мир и от того, что мы можем и это необходимо, приложить руку, свою энергию к нему, для того, чтобы он стал лучше. Именно с помощью компаний Sky World Community люди могут с любой точки планеты, с любым менталитетом, с любым образованием, на любом языке сделать этот мир лучше, помогать, продвигать и финансировать инновационные экологические технологии. Ведь вы видите, что 15 этап, технологии другие или какие-то проекты, так скажем, которые не успешны или не нужны, они не доходят ни до какого этапа, они гаснут. А дойти до финального этапа сквозь столько лет, сквозь сотни миллионов долларов, того, что мы создали, получить столько сертификатов, официальных, в разных уголках планеты, сделать такой огромный вклад, это наше с вами достояние. И только нам решать, что мы будем с этим делать. Пройти мимо или стать частью этого, помочь этому реализоваться, стать совладельцем этого и получать дивиденды всю жизнь компании с передачей по наследству, которые будут только расти и расти, потому что можно построить действительно за 21 век уже обустроить огромную часть планеты. Это все будет принадлежать человечеству, человеку и народу. А то, что принадлежит народу, будет прекрасно работать для народа. Этого мы достигли уже сейчас, и нас ждут еще огромные совершения. Но сейчас 15 этап, и каждый человек, как был важен в каждую минуту, каждое слово ваше доброе, каждая ссылка, которую вы поделили со своими близкими, пусть у каждого будет человека, возможность решить. Настолько ли это важно? Правду ли говорит Анатолий Эдуардович Юницкий о том, что мы можем потерять очень скоро нашу планету, буквально в 2-3 поколения, но мы можем ее восстановить? Именно об этом говорит Анатолий Эдуардович. Заходите на его официальный веб-сайт unitsky.engineer и посмотрите, что он предлагает, какую жизнь он нам предлагает, которую мы сами, собственными руками, собственной энергией и ресурсами, можем сделать, ни на кого, не, так скажем, не полагаясь, а действительно взять ответственность за жизнь человечества на нашей планете и всего живого, что в зависимости от нас, в наши руки. Это в наших с вами силах, дамы и господа. И я благодарю вас за внимание, ведь именно от нашего внимания все и растет. Куда направлено наше внимание, то и растет. И я благодарю, что ваше внимание сегодня было направлено именно сюда. Ну и поскольку у нас еще час не прошел, я бы коротко, коротко, совсем коротко, показал бы вам ваши возможности. И зачем, кроме спасения планеты для, и оставления такой прекрасной райской планеты для будущих поколений, или для спасения еще сейчас, что еще мы можем получить? Это огромное сообщество. Там сделана платформа адаптации и обучения. Абсолютно любой человек с любой стороны мира может прийти к нам, в Sky World Community, и обучиться тому, как создавать команду, как работать на продвижении инновационных экологических технологий. Есть и учителя, и наставники, и программа «Ледокол», связанная с колл-центром, где собираются и производятся звонки. Огромные-огромные новые тренинги, интересные события, организация мероприятий в разных уголках мира. У вас есть единомышленники, вы не одни. Где бы у вас не был друг, и на каком языке бы он не разговаривал, вы можете найти видео или найти в сообществе человека, который находится в том же городе или в той же стране. Ведь, представляете, нас 600 тысяч человек из 220 стран и регионов мира. Мы есть повсюду. Это одна из огромнейших организаций в мире сообществ, единомышленников, которые действительно делают этот мир и эту жизнь лучше. Вы можете встретиться с ними, обменяться знаниями, создать что-то вместе, помогать вместе создавать данные технологии. И это ведь не последний проект, это только самое начало. Дальше будет больше, интереснее, веселее и еще полезнее, но и еще масштабнее, на что нужно будет больше средств, больше людей. Этот проект уже очень скоро, как вы уже поняли по официальным новостям, то, что мы выходим на самоокупаемость, уже в следующий год будет с прибылью и будут дивиденды, и в скором времени в каком-то капитализация придет и, так скажем, отблагодарит всех, кто понял и вложил часть себя в данную технологию. Это все уже очень скоро, ведь мы находимся на 15 этапе развития, наш транспорт уже ездит и строится. Этот транспорт и эта технология, то, что мы создали, она самая передовая транспортная технология. И то, что мы уже создали, это могла сделать и огромная страна, но, видимо, нет в этом необходимости самой страны или какой-то корпорации. Видите, для людей то, что лучше, могут сделать только сами люди. И очень здорово, что мы сейчас на 15 этапе, а не где-то на 6, как я пришел в 16 году. Я потому что понимаю, что мы почти закончили. Такой огромный путь пройден, и сейчас та технология, которая не стоила ничего, были только, так скажем, была интеллектуальная собственность, более 400 миллиардов долларов, но еще ничего не было построено. И люди, особенно самые первые, они шли на чертежи, на идеологию, на то, что мы можем сделать с нашей планетой, на то, что мы сейчас уже сделали с нашей планетой, и во что мы можем ее превратить. Где нужно остановиться, а где нужно новое начать, а что необходимо продолжить. Это все понималось. Анатолий Эдуардович Унисский создал целое сообщество, взрастил его, дал ему огромное количество фильмов, статей и исследований, где он нам показал, как на самом деле обстоят дела на нашей планете. Поэтому заходите на официальный сайт YouTube и на канале Анатолий Юницкий или Юницкая Стринг Технологи, заходите и посмотрите его фильмы, вы поймете, что это гораздо интереснее художественных фильмов или книжки. Потому что то, что он рассказывает о нашей планете, то, как он ее видит, как видит человечество, наши технологии, как он это объединяет в то, что все процветает вокруг, это надо видеть и почувствовать. Я обещаю, что вы не останетесь равнодушны, если уделите один день. За час, может, будет непонятно, но если вы уделите день, посмотрите его фильмы, техногенная цивилизационная загрузка или новый вид транспорта, то есть то, что он сейчас в глобальном смысле, так скажем, формула будущего, так называется видео, формула будущего или как струнный транспорт изменит мир. Вы поймете, насколько это важно и актуально сейчас для всего человечества. И даже если бы можно было ничего не получить, никакой прибыли, никакой капитализации и дивидендов с данной технологией, за то, что мы ее развили, всему человечеству стоило бы это сделать ради своего будущего, ради своего блага, ради будущего всего живого и, конечно же, своих будущих кровных поколений. Это мы с вами сделали уже сейчас, на ура. И под предводительством такого серьезного человека, с такими достижениями, с таким пониманием мира, всю жизнь он уделил нашей планете, науке, природе и пониманию, как с ней взаимодействовать. Те технологии, которые он уже состоит, это вверх, так скажем, который мы сейчас в глобальном масштабе для всей планеты можем сделать. То есть он дает не просто кому-то или определенным слоям, либо определенным людям, либо военной или медицинской промышленности свои технологии. Он направляет и отдает совладение всего этого всем людям. И это, конечно же, долго развелось последовательно. Ведь сначала нужно было, так скажем, множество всего сделать, что еще не давало результата, было далеко от самого транспорта. Поэтому не за 5 лет это совершается, а за 10 лет. Но насколько это все-таки быстро по отношению к тому, сколько построено. То есть если один, например, транспортное средство могут от 5 до 10 лет разрабатывать, например, пикап, и будет стоить это от миллиарда до 2. А мы с вами за полмиллиарда создали не одно транспортное средство, а десятки транспортных средств. Уже около 15 транспортных средств есть в железе. Часть из них просертифицирована и уже, так скажем, будет использована в адресных проектах. То есть то, что мы сделали, это феноменально быстро. И Юницкий в этом плане потрясающий руководитель, потому что с ним все работает действительно как часы, и он все, что сказал, все сделал. Поэтому, дамы и господа, у каждого есть возможность стать частью этой технологии. Либо помочь ей продвинуться своим словом, своим голосом, своей вибрацией, своим временем и вниманием, либо своим ресурсом для того, чтобы было на что строить, сертифицировать, развивать и распространять. Ведь перспективы огромные. Мы за 21 век заберем себе, придем на помощь и заберем себе, потому что люди это выберут, страны это выберут, государства это выберут. Заберем более 50% транспортного рынка, всего, и пассажироперевозок, и грузоперевозок, автоматизированным транспортом, тем транспортом, который будет суперэффективен. Как сейчас многие города, где уже полмиллиона или больше, там автоматизируют транспорт, потому что это очень сильно экономит даже то же самое метро или трамваи. Уже есть это, вы можете увидеть всю эту информацию, сейчас одна из последних новостей на нашем официальном сайте, в личном кабинете, от 1 сентября. Насколько разумней наш транспорт в его использовании. И с каждого такого адресного проекта, с каждого проданного билетика, с каждого перевезенного килограмма, с каждого созданного и проданного транспорта и построенной трассы, со всех адресных проектов и дополнительной всей инфраструктуры, то есть это станции и то, что будет находиться в станции, стрелочные переводы, заводы, со всего этого каждый совладелец будет получать прибыль, дивиденды, 20% от всей прибыли компании. То есть мы с вами не только спасаем мир, но и делаем будущее всей нашей семьи, нашей династии гораздо крепче. Ведь то, что сейчас мы стремимся улучшить и сохранить нашу планету, в будущем сильно отблагодарит нас и будет благодарить долгие-долгие десятилетия, а может и столетия с передачи по наследству. Конечно же, есть и обратный выкуп долей, который существовал несколько раз, но сейчас информации по нему нету. И для того, чтобы люди понимали лучше, лучше сейчас, по моему мнению, для того, чтобы компания быстрее развилась, стала на ноги, закончила 15-й этап и уже полноценным способом вышла и начала работать, ей необходимо закончить свои сертификации, чтобы быть полностью готовым ко всем самым важным, ключевым аспектам распространения этой технологии для строительства. Поэтому, чем больше средств сейчас остается в Unisky String Technology, тем быстрее будут расширены заводы, тем быстрее можно будет работать с подрядниками и тем быстрее первые адресные проекты, которые, внимание, уже начаты в разных странах. Я думаю, это уже более четырех. Четыре были объявлены уже давно. Но сейчас, перед Новым годом, или на Новый год плюс-минус, мы узнаем, сколько и как сейчас обстоят дела. Ведь огромное количество работ проделано за это время. И те адресные проекты лучше закончить быстрее, получить чистую прибыль, иметь полное доказательство наших грузовых, новых и пассажирских транспортных ветвей, которые уже коммерческие проекты, как тот, который сделан в Белоруссии сейчас. То есть, которые приносят прибыль, которые делают свое влияние на эту страну и этот регион. И уже будут у нас собираться реальные статистические данные, насколько будет взлетать экономика и качество жизни людей в этих регионах. Поэтому лучше для всех, конечно же, быстрее начать строить на всех континентах этот транспорт. Ведь таким образом мы как можно быстрее спасем нашу планету. Как можно скорее получится продвижение, потому что быстрее построенные адресные проекты будут работать фантастической рекламой. И каждый из наших 600 тысяч человек по-любому распространит эту информацию еще дальше. Это будет цепная реакция. Когда люди захотят этот транспорт, так скажем, есть, как вам нам объясняли, четыре, так скажем, уровня продвижения чего угодно в нашем мире, любого продукта, либо услуги. Первое — это идеология. Должна быть идеология. Хорошая, важная, необходимая и актуальная в данное время. И в нашем транспорте, в нашем транспорте второго уровня струнном и во всех остальных технологиях Анатолия Эдуардовича эти, так скажем, эта польза, она супервысокая. И, так скажем, эта планка поддерживается везде. Чем быстрее будут реализованы эти дороги, самые первые, так скажем, очередь, возможность реализовываться, получать предзаказы, расширять наше производство на месте и расширять наше количество людей, которые занимаются этим, это все будет ускоряться и в итоге будет больше приносить уже сразу через два, три, четыре года. То есть мы это сразу же будем чувствовать. Ведь представляете, просто представьте, что можно уже приехать в страну и прокатиться на нашем транспорте. А когда мы сможем где-то в Объединенных Арабских Эмиратах, например, это сделать, как только в Объединенных Арабских Эмиратах появится трасса, это узнает весь мир. И они сделали это и сделают там. Не потому, что они самые богатые. Ведь эта технология экономичнее всего. Она меньше всего занимает ресурсов для того, чтобы ее построить и эксплуатировать. Поэтому они просто самые дальновидные. Одни из самых дальновидных. Конечно же, реализация долей это еще большая польза и, так скажем, развитие нашей компании. Неизвестно, когда точно это будет, но когда мы выйдем на рынок и когда наша капитализация, тот проект, который стоил совсем чуть-чуть, будет стоить огромных-огромных средств, наше совладение, каждая наша часть этого проекта вырастет у кого-то в сто раз, в зависимости от того, когда он поддержал данную технологию, год-два назад, или в пятьсот раз, если поддержал много лет назад. То есть, это то, что стоило мало, теперь будет стоить очень много. Уже известные вещи, как говорит Анатолий Эдуардович, сложены уникальным образом, что дает наивысшие и лучшие характеристики для человека разумного на нашей планете. Это позволит абсолютно любому человеку, который сейчас интересуется, понимает, что это за ученый, что у него за технологии, видит его предложения, задает вопросы, и, собирая аргументы, участвует и поддерживает такое движение, в будущем будет вознагражден всеми привилегиями владения этой технологией. Поэтому задумайтесь, хотели бы вы только ездить на новом транспорте и платить за проезд, или бы вы хотели ездить на новом транспорте, радоваться, но при этом еще и зарабатывать, получать огромный экологический, можно сказать, доход для себя и своей земли. Поэтому стоит уделить внимание тому, что делает Анатолий Эдуардович. Обращайтесь к людям, которые вокруг вас, к тем, кто пригласил вас на эту встречу. Пишите мне на корпоративную почту, вы можете найти ее в чате. И, пожалуйста, напишите мне на корпоративную почту, Марина, и мы объединяемся с вами контактами в Телеграме, и сможем продолжить наше общение. Я вам объясню, расскажу то, что я знаю, то, что я изучил за последние годы. Попытаюсь помочь вам использовать всю эту информацию и еще раз объяснить ваши возможности, как вы можете применить все, что вы увидели и услышали за последний час в вашей жизни. Я благодарю, что вы здесь. Я благодарю, что вы оцените, взвесите и подумаете о том всем, что мы сегодня обсудили. Я благодарю вас за участие хотя бы вашим вниманием и энергии в нашем деле, ведь это тоже ваш вклад. Даже если человек просто будет хотеть подобный транспорт в своем городе и будет следить за этим, смотреть, какие у него успехи, делиться с близкими, что посмотрите, как у них прикольно. Я им не помогаю, пускай сами справляются, но такой транспорт я бы хотел. Это тоже возможно, это тоже лучше, чем ничего, чем быть безутястным. Но еще лучше поделитесь этим всем с вашими близкими. Пусть у каждого будет возможность хотя бы один раз услышать и увидеть то чудо, которое люди творят и созидают на нашей планете. Пятнадцатый этап уже сейчас. Осталось еще немножко времени до завершения. И у каждого человека осталась еще возможность поддержать эту прекрасную технологию, эту успешную и уже практически реализованную транспортную технологию второго уровня. Благодарю вас за то, что вы здесь. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, что вы уделяете время на то, чтобы сделать наш мир лучше. И как сказал Анатолий Эдуардович, мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы берем ее взаймы у наших детей. Давайте оставим мир, в котором хочется родиться. Но если мы будем активны уже сейчас, то и мы сами уже очень скоро будем жить в этом чудесном, прекрасном мире. Благодарю вас. Будьте здоровы. Дышите глубже. Я рад поделиться с вами тем, что может изменить не только вашу жизнь, но и всю жизнь на нашей планете Земля. Добра и здоровья Анатолию Эдуардовичу Янистскому. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч через неделю в то же время. С 19.00 по Москве. Улыбок. 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 Улыбок.